Я прочту еще одно стихотворение, которое называется «Вде все?». Это знаменитый парадокс Эдрика Фермия, лауреата Нобелевской премии, одного из отцов. Угородные бомбы и человека, который одним из первых заинтересовался внеземными цивилизациями. То, что потом назвали инопланетянами и все такое. Однажды он сидел в столовой в своей лаборатории и, поднеся к корту, наверное, кусок пиццы, он был итальянцем или пасте, он вдруг задался поразительным вопросом. Он спросил, где все? То есть, да, он думал, что у Вселенной нас ждет большой отклик наших единомышленников. Эта теория пока что не подтвердилась. Дай Бог нам всем вот здесь на Земле обрести друг друга. Ну, тем не менее, стихи об этом написались и связаны они, конечно, с нашей общей драмой, произошедшей в 91-м году в Белорусской пущей. Тень или мелькнула в окне, или вспышка сверхновой, с вилкою наперевес в лабораторной столовой, Феррор Мечудной вопрошает вселенную. Где все? Мы досмотрели кино до последнего титра. К вам обращаюсь я, не прошедшим великого фильтра. Где все? Где роковые князья, фрейлины и камергеры? Мещение. Мещение. Зарешено. Что тут делают эти мегеры? Русское поле, осыпано маком и нутом. Может, есть смысл попытать Радшана с Шаншутом? Где? Все. Черных лидыр столкновения справа и слева. Красные карлики, белые карлики. Где вы? Ваня. Мы гола. Я вас совершенно не слышу. Средлая. Моня и хая. В Дахау. Не встретили вы? Будулая. Где? Все. Сухо. Пошел шел на ветру. Венки. Мы мартелях с воском. Где моя мама? Где ухажер? Где прекрасная тезка? Где? Все. Все. В общей крови захлепнулись. Или в отдельно извергшейся сперме. Десять ответов на парадокс изумленного ферми. Где? Все. Если же предположить, что нет умерения ада. Главный ответ отпадает с трупом от язвы. Где? Надо. Пуст мой анамнез. Но вскрытие покажет оскрепили. Как я устала. Как выродилась. Как ослепла. Кто доведет меня до дома? Кто объяснил мне на пальцах? Где? Все. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.